Уважаемые товарищи, друзья, человечество знает немало примеров исторических событий и грандиозных свершений, которые на века сохранились в народной памяти. Ероические сражения за родную землю, блестящие успехи в строительстве, выдающиеся открытия в области науки и культуры – все это достойно уважения и восхищения. Это то, что превращает правителей, полководцев, ученых и художников в знаменитые личности. Но я убежден, что Великая Октябрьская социалистическая революция, столетие которой мы отметим в этом году, является тем событием, которое по своему масштабу, значению, смыслу возвышается над всем, что знала мировая история. Она привела к появлению советского государства, добившихся выдающих военных побед и колоссальных социально-экономических достижений. На беспримерную историческую высоту ее поднимает прежде всего идея, на которой она была основана и благодаря которой сумела собрать под свои знамена миллионы людей, победить и воплотить свои чаяния в строительстве могучей социалистической державы. В октябре 1917 года революционный поворот в истории огромной страны и всего мира впервые совершили те, кто был движим идеей не просто сменить власть, а коренным образом изменить само устройство общества, полностью преобразовать его, опираясь на принципы социальной справедливости, народовластия и подлинного равенства. На те принципы, которые никогда прежде не воплощались в жизнь, не были начертаны на знаменах даже самых смелых борцов, поднимавших своих сторонников на революционные преобразования. На те принципы, которые по своей ясности, нравственной высоте и созвучности интересам трудового народа превзошли все, чем прежние вершители истории обращались к обществу. Говоря об идеологии большевиков, можно уверенно утверждать, именно они оказались первой в мире политической партии, которая была носительницей подлинно революционной идеи. Потому что настоящая революция – это не просто смена правящей элиты, пусть даже остававшейся у власти столетиями, как в царской России. О подлинной революции можно говорить лишь тогда, когда ее вершители ставят перед собой задачу коренного обновления и переустройства общества. И придя в власти, создают государство на новой социально-экономической основе. Такова была цель большевиков, которую они в полной мере добились. Она была революционной не только по отношению к той власти, против которой они выступали, но и по отношению ко всему тогдашнему мироустройству. Только осознавая это, мы можем в полной мере постичь величие подвига, осуществленного Лениным и его соратниками сто лет назад. Именно об этом через три с половиной десятилетия после октября говорил Сталин в книге «Экономические проблемы социализма в СССР». Советская власть, писала, должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию. Еще задолго до революции Ленин неоднократно и предельно убедительно заявлял не просто о своем неприятии капиталистической системы, но о ее глубинной и непродалимой враждебности народу. Однако самое, пожалуй, яркое и пронзительное высказывание о сущности капитализма мы находим в ее статье «Великий почин», написанной через два года после победы октября. Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода и громадные массы трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых телевизованных демократических республиках темной и забитой массой наемных рабов или задавленных крестьян, которых грабила и над которыми издевалась горско-капиталист. Сегодня эта ленинская оценка капиталистических реалий звучит не менее актуально, чем век назад. По данным ООН, опубликованных на днях на планете сейчас, минимум каждый десятый страдает от голода, каждому третьему, четвертому не хватает куска свежего хлеба и каждому второму стакана чистой воды, загубленной природы. Согласно социологических опросов, такой же процент тех, кто голосает, насчитывается сегодня и в криминально-олигархической России. Одновременно с этим для богатейших людей мира стало привычным делом увеличить свое состояние на миллиард долларов даже за один день. Именно такой арифметикой поделился журнал «Фолл», сообщивший, что в середине сентября за одни лишь сутки суммарное богатство восьми главных долларовых миллиардеров планеты выросло еще на 8 миллиардов долларов. А в руках двухсот богатейших российских собственников сосредоточено 460 миллиардов долларов – это в два с половиной раза больше доходной части бюджета всей страны, от которого зависит благосостояние ее 150-миллионного населения. С годами суть капитализма не меняется, он лишь наращивает свои аппетиты, становясь все более алчным и жестоким. Теперь, после того, как нашим внешним противникам и их внутренним приспешникам, откровенно говоря, предателям удалось разрушить советское государство и социалистическую систему, мы очень можем наблюдать, каково истинное обличие капитализма, против которого поднялись в начале прошлого века ленинская партия и поддерживающий ее народ. Отношение вождя мирового политориата к капитализму, как и суть самой этой системы, блестяще передал в стихотворной форме Маяковский. Наконец-то он перерос себя, за него работает раб, лишь наживая, жря и спя, капиталист разбух и одряб. А дряб и лег у истории на пути, мир как свою кровать, его не объехать, не обойти, единственный выход – взорвать. Это он написал в прекрасной поэме Владимир Ильич Ленин. Ленин ясно понимал, что подненная революция может свершиться и победить лишь в том случае, если решить вопрос о собственности, о справедливом распределении национального богатства, об устранении классового неравенства. Впервые в истории, поставив этот вопрос в основу своей политической борьбы, большевики оказались в своих стремлениях к созвучной вековой мечте человечества, той мечте, которой наполнены величайшие религиозные и философские учения, но которая до октября 1917 года ни разу не была воплощена в жизнь. Уже очевидно, что и нынешний кризис может быть преодолен лишь при условии решения вопроса о собственности и справедливом перераспределении национального богатства, узурпированного кучкой алчных новоришек. Поэтому действенный ответ на исторические вызовы есть только в программах коммунистов и главные требования нашей общей программы «10 шагов достойной жизни» полностью перекликаются с требований, заявленных накануне социалистической революции в апрельских тезисах Ленина. Национализация всех земель и базовых отраслей в стране. Немедленное слияние банков страны в один общенациональный банк. Плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего. Осуществив величайшие социальные преобразования, Ленин и ее соратники навсегда стали главным объектом ненависти тех, кому эти принципы враждебны, кто презирает народ, кто глуп к ее отчаяниям и нужным. Эта слепая ненависть колокочет у них и сегодня. Ею питается не прекращающая ни на один день антисоветская и антикоммунистическая пропаганда, стремящаяся оболванить общество и подменить реальную историю лживыми домыслами и мифами. Самый лживый и подлый среди миф – миф о том, что большевики якобы разрушили тысячелетнюю монархию, при которой страна процветала и тем самым уничтожили истинную Россию, а затем развязали гражданскую войну. Но к тому времени, когда большевики взяли власть, монархия уже полностью деградировала и рухнула, отдав страну руки безответственных либералов-авантюристов, объединившихся во временное правительство. Это были именно временщики, неспособные управлять огромным государством, и такие же далекие от народа, как те, кого они сменили в феврале 1917-го. Управленческая беспомощность, склонность к демагогии, отчужденность от народных масс и готовность жертвовать национальными интересами в уходу банкиров с Запада, роднитых с теми силами, которые пришли к власти в некоторых бывших республиках СССР на волне оранжевых революций. Эти силы, решая вопрос о смене персоналей, вовсе не намерены менять систему социально-экономических отношений и остаются оплотом всего того же крупного, в основном, заокеанского капитала. Большевики не разрушили, а спасли охваченную хаосом страну от гибели, а затем сумели выстроить ее заново на экономическом фундаменте социализма. Если бы в этой борьбе победили не они, а их противники, страна неизбежно была бы расчлена на части подконтрольных США и ведущим европейским державам. А недовольных усмиряли бы наместники-диктаторы, такие как Колчак и ему подобные. Как в начале 20 века, так и сегодня идеология капитализма теснейшим образом переплетается с идеологией колониализма. Тот новый мир, в котором бывшим колониям западных держав была предоставлена формальная независимость, оказался лишь ширмой, прикрывающей их безжалостную эксплуатацию и грабеж. В этом новом мире, управляемой транснациональным капиталом, любая страна, которая отказывается жить по его указке, становится послушным придатком глобального капитализма, а зачастую и угрозой прямой военной интервенции. Вот где кроются причины вероломного разрушения Югославии, уничтожения Ирака и Ливии, причины войны, развязанной в Сирии, многолетней экономической блокады Кубы и преступного давления на КНДР и Венесуэлу. Финансовые и политические элиты США и их союзников рассматривают весь мир исключительно как источник ресурсов и хищного обогащения, которые нужно любыми средствами удержать в своих щупальцах. Для них вся планета и все человечество – это лишь придаток крупного капитала. Ленин в полной мере осознал этот непреложный закон капитализма, согласно которому и Россия, и ее ближайшие соседи были обречены оставаться в роли ограбленных, подчиненных и эксплуатируемых. Поэтому революция, сама ее идея, была наполнена смыслом национально-освободительной борьбы. Не случайно в Ленинскую Красную Армию пошло подавляющее большинство царских офицеров, которые боролись и защищали единую и неделимую державу, но под красным флагом октября и революции. Тем, что должна быть наполнена эта работа и сегодня национально-освободительным смыслом, без которого нам не освободиться от нового нашествия. Борьба большевиков за утверждение укрепления новых социально-экономических принципов была по сути борьбой за сохранение суверенитета государства. Прямая, понимая, насколько сложна эта борьба, Ленин через несколько месяцев после революции пишет в статье «Очередные задачи советской власти». Создал новый советский тип государства, открывающий возможность для трудящихся и улетенных масс принять дальнейшее участие, деятельное в самостоятельном строительстве нового общества, мы разрешили только небольшую часть трудной задачи. Главная трудность лежит в экономической области осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства и распределения продуктов, повысить производительность труда, обобщить производство на деле. Здесь сформулированы именно те задачи, без решения которых нам не выбраться из кризиса и сегодня, и это уже абсолютное большинство грамотных людей понимает. Именно этим задачам была подчинена новая экономическая политика, продолженная коммунистами в 2021 году. НЭП-2 сегодня стучится в двери и окна всех наших стран, которые собираются выбраться из этого кризиса. Особо хочу подчеркнуть и показать суть этой политики, уникальную, потрясающую суть. Всего за пять лет четыре варианта политики, от военного кумнизма до НЭПа. Всего за пять лет отмобилизована была страна на созидательный труд и величайшие достижения. Антисоветчики стремятся и правду о ленинском НЭПе утопить в море лживых домыслов. Они уверяют, что введение НЭПа стало для Ленина ее соратников признанием преимуществ капиталистической экономики, что новая экономическая политика 20-х годов была отступлением от социалистических принципов, подобно перестройке и либерализации рубежа 90-х годов. Но это самая настоящая ложь. Если бы НЭП действительно был капитуляцией перед капитализмом и подразумевал признание его преимуществ, он неизбежно привел бы к рушению социалистического государства. Как либерализация начатой в годы перестройки привела к итоге демонтажу социалистической системы и развалу СССР, но НЭП, напротив, обеспечил укрепление советской страны и социалистической экономики. За 7 лет председствующих НЭПу страна пережила две войны – Первую мировую и Гражданск. К слову Первой мировой сгорели 4 империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская, Таманская. Только наша страна под флагом СССР снова собралась. В этих войнах наша страна тогда понесла огромные потери. Промышленная производство сократилась в 5 раз, сельское хозяйство вдвое. И НЭП, опирающий на мудрую социально-экономическую политику Ленина и его единомышленникам, послужил спасению страны. В первую очередь была решена задача борьбы с голодом. Замена продразверски, продналогам, ставшая одной из важнейших составных НЭПа, привела к прекращению бойкота со стороны тех христиан, которые отказались отдавать государству излишки урожая. Теперь народ был обеспечен хлебом. И хотя в период НЭПа советская власть установила разрешительный порядок открытия новых торговых заведений, в том числе и властных, этот процесс сопровождался строжайшим контролем государственных органов за ценами и за оплатой труда наемных рабочих. Перестроечная либерализация экономики, которая изначально носила антисоциалистический характер, привела к наводнению страны зарубежной продукцией и откровенно способствовала разрушению национальных производств. В России погибло 80 тысяч производств, 50 тысяч коллективных хозяйств были уничтожены. А ленинская экономическая политика максимально расширила для отечественных производителей возможность и реализации своей продукции. Не меньше исторических значений имели и тогдашние преобразования финансовой системы государства. И именно в период НЭПа были введены в обращение советские червонцы приравные почти к 8 граммам чистого золота. Теперь развитие отечественной экономики обеспечилось не иностранной валютой, а советским золотым червонцем. Слово сказать, Сталин в ходе индустриализации не занял ни одного американского доллара. Стоимость нашего червонца на международном рынке уверенно росла. И уже через 4 года она в переводе на американский доллар и английский фунт превысила его золотое содержание. В самом начале НЭПа был воссоздан государственный банк, на который приходилось 70% объемов кредитования. Кредитная система начала активно работать на развитии отечественной промышленности, торговли, потребительской операции. В 2024 году заработали и крупнейшие отраслевые банки, аграрные и строительные. Государственная банковская система сыграла колоссальную роль в развитии отечественной экономики и внешнеэкономических связей и способствовала стремительному пополнению казны. И это стало залогом увеличения государственных инвестиций в экономику, что обеспечило ее внушительный рост. Из Российской Федерации за последнее время умукнули в офшоры 61 триллион рублей. Это 4 годовых бюджета сегодняшнего уровня. За годы НЭПа объем сельхозяйственного производства вырос вдвое, а объем промышленного производства втрое. В 2027 году, слушайтесь, рост экономики составил 13%. В 2028 году 19%. Национальный доход в этот период ежегодно увеличился на 18%. С 1922 по 1929 год было построено 200 крупнейших промышленных предприятий. Неуклонно снижали сцены на продовольствие и промышленную продукцию. В апреле 1924 года в Свердловском университете с лекцией об основах ленинизма выступил Сталин. Там он сказал о НЭПе такие слова. Усиливать и развивать индустрию. Связать для этого индустрию с христианским хозяйством через торговлю, регулируемую государством, развивать кооперацию, вовлекая в эту последнюю миллионы христиан. Вот как рисовал Ленин. Очевидные задачи хозяйственного строительства на пути к постройке фундамента социалистической экономики. Новая экономическая политика Ленина, а ее прообраз во многом был востребован в Китайской Народной Республике, которая за последние 30 лет идея реформы Дэн Сиапина и строя социализма с китайской спецификой дала средние темпы 10-12%. Ленинско-сталинская модернизация со 20 лет дала средние темпы 15-16% и остается в мире непревзойденной. Ленинский НЭП – это выдающийся пример реализации эффективной антикризисной программы, способной вывести страну из состояния социально-экономического коллапса. И закономерно, что в нынешних кризисных условиях наша программа, наши требования, наше видение ключевых проблем, видение Союза Компартии, с которыми столкнулись бывшие Советские Республики, перекликаются с Ленинской программой и ее постановкой важнейших задач. На этих основаниях подготовлена и наша совместная программа, с которой мы идем к 100-летию Великого Октября, и которая вам роздана при входе, там есть соответствующая литература. Ленин не дожил до того времени, когда советское государство и советский народ совершили великий подвиг социализма, подвиг индустриализации. Но важнейшие предпосылки к нему и основы были заложены ленинской экономической политикой. Благодаря индустриализации, осуществленной советской страной, уже под руководством Сталина, к началу 30-х годов удалось полностью ликвидировать безработицу, который наше общество не знало до тех пор, пока ему не были снова навязаны криминальный капитализм. За 12 довоенных лет СССР было построено 9 тысяч на упору лучших промышленных объектов. Трагический 41-й мы встретили лучшим станочным парком в мире, самым образованным населением, самым храбрым и достойным солдатам и командирам. Давайте поаплодируем этому выдающемуся подвигу. С 28-го года по 40-й год ВВП вырос на 450%. Объем промышленной продукции увеличился более в 6 раз. Ни одно государство до этого не могло даже приблизиться с таким показателем экономического роста, каких добился в то время Великий Советский Союз. Ни одно государство не сумело сделать этого до сих пор. Такие достижения были по плечу лишь советскому человеку, который трудился не только ради себя и своей семьи, но и ради великих ценностей, ради великих идей справедливости, дружбы, братства, равенства, силу которых он почувствовал на собственном опыте. Без этих великих идей, без их воплощения в социально-экономической практике Советского государства была бы невозможна и победа СССР над самым сильным, самым страшным противником, с которым наша страна столкнулась в годы Великой Отечественной войны. Я читал донесения фашистских генералов и солдат. Дневеки их, когда они вступили на белорусскую землю, в Брестскую крепость, они собирались ее взять за несколько часов. Потом написали, мы попали совсем на другую войну. Мы увидели другого солдата и командира. Мы увидели бесстрашие и верность своему долгу. А когда они дошли до Смоленца, они почувствовали, что эту войну они никогда не выиграют. Все это делалось на могучем фундаменте, который был заложен ленинской экономической политикой. И именно на этом фундаменте наша страна прорвалась в космос, создала ракетно-ядерный паритет и лучшую в мире наукообразование и социальную систему. Это тоже величайшая историческая победа самого выдающегося революционера в истории человечества Владимира Ильича Ленина. Это тоже победа социализма, выбранную народом, который пошел за Лениным и его единомышленниками сто лет тому назад. У нас и сегодня, как во все времена, немало недоброжелателей и откровенных противников. Но нужно честно признать, нашим главным противником является социально-экономическая система, навязанная нам в результате разрушения системы советской и не меняющейся, по сути, уже более четверти века. Именно она делает нас уязвимыми перед теми, кто стремится удержать наши народы в кобыле мирового капитала, экспортируя наши ресурсы, народы, не позволяя нам полноценно развиваться. С каждым днем все очевиднее, что единственной альтернативой это может быть левый поворот и новая экономическая политика, новая индустриализация, новый технологический прорыв, осуществляемый в Союзе народов, которые вернутся к социализму как необходимые условия развития и самосохранения. Когда сегодня говорим о национальной безопасности, обороне, обучении, мы должны помнить, что главная безопасность заключена в экономической, а экономическая в суперсовременных технологиях, классной науке и образовании. Сюда надо вкладывать основные ресурсы, человека, его талант, его возможности. У нас с вами для этого есть все необходимые антисоветчики и антикоммунисты, которым все труднее маскировать очевидный глобальный кредит капиталистической системы, всеми силами стараются воспрепятствовать социалистическому повороту истории, дискредитировать наши идеи, опорочить и оболгать ленинское наследие, но им не по силам обуздать стремление людей к справедливости и прогрессу. То непокоренное стремление, из которого родилась советская страна. Я в 1966 году изучал материалы, которые были подготовлены Всемирным форумом, он состоялся в Вашингтоне. После космического прорыва СССР, после полета Юрия Гагарина, после того, как вышли мы в открытый космос и показали, что там можно монтировать целые станции, тогда человечество собралось на конференцию, которая приняла решение, новые технологии позволяют решить все задачи и избавиться от всех угроз. Тогда ставили задачу к 2000 году решить проблему бедности, болезни, каждому дать жилье или коттедж. И на 1999 год уже назначали большой Всемирный форум, фейерверк по уничтожению ядерного оружия, которое больше всего урожает. Когда ООН подошла к 2000 году и посчитали, то оказалось на первом месте бедность, на втором месте болезни, на третьем месте загубленная природа, террорист был на девятом месте из 15 главных опасностей. Через 15 лет, год назад посмотрели, в первую тройку ворвался терроризм, как главная угроза и благополучная Европа покрылась кровавыми пятнами. Я давно для себя и мои коллеги сделали вывод, что капиталистическая, финансо-экономическая система не способна решить ни одной социальной проблемы человечества. Обновленный социализм снова стучится в двери и окна всей планете. Столетняя вершина октября и выдающиеся достижения социализма напоминают нам о том, что должно быть главным смыслом нашей жизни и нашей борьбы. Они вселяют нас в веру, в неизбежность новой победы, победы прогресса, здравого смысла, победы трудового народа. Успехов вам в этой борьбе! Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!